Общественники и жители возмущены планами мэрии по реконструкции сквера борцов революции 905 года в Саратове. Об этом экоактивисты заявили во время визита на пешеходную зону. Запланированные там работы могут нанести вред растущим деревьям. Сейчас, судя по тому, что идут торги до 26 июня, собираются здесь сделать велосипедную дорожку. Это в худшем случае и в таком же худшем случае хотят ее облагородить щебнем. Но в любом и в другом случае повреждаются корни деревьев. Здесь достаточно узко, и как видите, корни деревьев очень близко расположены к поверхности, ко всему. Очень хорошие деревья, хорошего качества, как вы видите. Они просто-напросто погибнут или их просто срубят, как это делается в других местах. Велодорожка в сквере – одна из главных претензий общественников. Андрей Варламов, зампред общественного совета при областной думе, вспоминает. Вопрос поднимался несколько лет назад, и тогда мнение активистов было услышано. Если вот посмотреть внимательно на участок от Симбирцево до улицы Серова, то как раз там наши пожелания не были учтены. Там в настоящий момент велодорожку прокладывают с внешней стороны сквера, не затронув его основную зеленую часть. А вот по той информации, которую мы получили, по информации, которую мы видим в электронных торгах, судя по всему, планируется продолжение этой велодорожки по территории вот этой зеленой зоны. Не в восторге от предстоящих работ и местные жители. Люди сетуют, с ними никто не обсуждал планы по обустройству территории. Конечно, надо ухаживать за зелеными насаждениями, обновить газоны, где-то, может быть, подновить дорожки, но ни в коем случае не делать капитальной реконструкции. И самое важное, на мой взгляд, необходимо общественное обсуждение проекта, каким бы он ни был. Общественность, мы, местные жители, должны быть в курсе. Мы должны подумать, обсудить, нам сюда ходить. Профессор СГАО Ольга Сокольская подтверждает, созданная недавно в областном центре рабочая группа по зеленым насаждениям, орган скорее декоративный. Чиновники мэрии глухи, к мнению экоактивистов. Судя по тому, что когда у нас образовалась рабочая группа по экологии, которая теперь уже никому не нужна, как выясняется, Ну, будем отстаивать этот сквер, будут, наверное, митинги и так далее, потому что прокуратура, вообще-то я предупреждала прокуратуру, что если не будут никаких решений приниматься, то люди выйдут на митинги. Притом здесь местные жители тоже против. Они здесь гуляют, это их жизнь в этом сквере. В зеленой повестке саратовской жизни еще один скандал. Под застройку может пойти часть сада юнатов на Новоузенской. Сотрудники учреждения уже бьют в набат и просят защиты от планов городского начальства. Я считаю, что это безобразие, потому что эта станция существует с 1938 года, обучается маленьких детей, любви к природе. Там у них и пруд есть, и очень много интересных посадок зеленых насаждений, экзотических зеленых насаждений, дендросад, плюс оранжерея, зооуголок с редкими животными. И они хотят его уничтожить, тоже непонятно для чего. В настоящий момент в этом центре он сейчас объединяет краеведов, экологов и туристов. Там сейчас работает более ста педагогов по шести направлениям. Уникальная организация проводит ежегодно огромное количество олимпиад, семинаров, конференций для школьников. Замечательный сад, в котором работают сотрудники, дети принимают участие в работе в этом саду. Сад с плодовыми растениями, теплица, мини-зоопарк. То есть это уникальное место дополнительного образования, через которое прошли многие дети нашего города. И если его ликвидировать, то, я не знаю, это какая-то странная политика. Это вот, наверное, выражение про Иванов непомнящих родства, это оно прекрасно подходит. Или, я не знаю, там, рубить сук, на котором сидишь. Субтитры создавал DimaTorzok